Кто-то мечтает встретить пенсию в Соединенных Штатах Америки, а эти красавцы мигрируют в Россию. Антон Пушной разыскивает пригодные для реставрации автомобили на американских автомобильных кладбищах. Рухлядь, старая рухлядь. Он ищет их и в дождь, и в жару. Климат здесь весьма странный. Он проезжает по самым опасным районам в поисках легендарных автомобилей. О, туда же есть ключи. Он привезет их в Москву и отреставрирует в своей мастерской. Чуть-чуть подшлифовать, восстановить кожаное покрытие. Чтобы потом с удовольствием прокатиться по дорогам столицы, привлечь внимание и зажечь прохожих любовью к американским ретро-автомобилям. Здравствуйте. Вы смотрите телеканал Драйв и программу Автовинтаж. И с вами я и ее ведущий Антон Пушной. Мы находимся на окраине Атланты, штат Джорджия. Днем здесь практически не увидишь местных жителей. Все уезжают в город на работу. Здесь всего один супермаркет и маленький ресторанчик. Даже гамбургер купить негде. Но у нас на это нет времени. Мы должны показать вам настоящее сокровище этого штата. Олд Кар Сити – это более 5000 американских ретро-автомобилей. Но получится ли у Антона найти здесь Pontiac Trans AM? Чем отличается кладбище от Джанк Ярда? На Джанк Ярде машины списывают, утилизируют, разбирают на детали и что-то продают. А кладбище – это музей. Такой, как, например, Олд Кар Сити, на котором мы сейчас находимся. Кроме автомобилей, которые уже никогда не сдвинутся с места, на кладбище Антону удалось найти то, что еще можно применить в деле – запчасти. В большом количестве. Многие – в идеальном состоянии. Антону нужно было торопиться в своих поисках. В выходной день владелец автосвалки впустил съемочную группу всего на пару часов. За это время Антону нужно было найти и автомобиль, и запчасти к нему. Расплатиться, а еще вывезти автомобиль и погрузить его в контейнер. Дом престарелых работает 4 дня в неделю. Со среды – по субботу. Внимание! Не приезжайте сюда по воскресеньям. Только время потратите. Все эти автомобили старше Антона. И из всех представленных на кладбище хорошо сохранилось лишь несколько. Они стоят под крышей. Ржавчина еще не успела превратить их в музейные экспонаты. К сожалению, под крышей не нашлось того автомобиля, который так ищет Антон. Pontiac Trans AM или Firebird 1977 года. Вы узнаете его по четырем квадратным фарам. Удлиненному капоту. Весу в 1750 килограммов. Именно в таком виде он выпускался с 1977 по 1981 год. Pontiac Trans AM был знаменит своей мощностью. На одном из тестов, проведенных энтузиастами, автомобиль показал себя с неожиданной стороны. Вместо ожидаемых 290 лошадиных сил, он выдал 371 лошадиную силу. Это стало настоящей находкой для автолюбителей того времени. Но вскоре этот двигатель запретили, так как требования по выбросам становились все более жесткими. Двигатель такой мощности найти на автомобильном кладбище, конечно, нереально. Да и что с ним делать? На московских дорогах так не разгонишься. Сейчас Антон обеспокоит другой, не менее важный вопрос. Как найти автомобиль в хорошем состоянии? И удастся ли спасти его от ржавчины? То, что они здесь все ржавые, конечно, большая проблема. Но можно использовать два автомобиля одинакового года и модельного ряда. Один использовать как основу, а второго в качестве донора. Этот проржавленный автомобиль, сквозь капот которого проросли деревья, тоже можно спасти. Форма сохранилась. Это самое главное. Можно снять детали для его восстановления с других авто. Можно приварить к основанию укрепляющие балки. Можно собрать его по частям, заимствуя части из других автомобилей, сохранившихся лучше. Самой сложной работой с ним окажется вырубка деревьев, проросших насквозь. Подарить ему вторую жизнь помогут доноры. Здесь можно даже найти всякие новые хромированные детали с оригинальной штамповкой. Они абсолютно новые. Они здесь лежат уже несколько десятилетий, а идеально сохранились. То есть абсолютно новый хром. Упаковка уничтожена. Не могу сказать, отчего это. Но такая деталь в таком состоянии, оригинальная, в 60-х годах выпуска, легко на аукционе может стоить до 500 долларов. Также новые хромированные накладки, как понимаю, хром-трим от Бьюика. Есть код детали. Если поискать в интернете, можно легко определить, отчего они. Они новые, оригинальные. В идеальном состоянии. Такие тоже могут состояния стоить. Донор – это человек, который отдает свои органы другому. Часто эти люди имеют родственные связи. Также и с автомобилями. Если в найденном вами ценном экземпляре хорошо сохранился корпус, но нет двигателя или других органов, их всегда можно позаимствовать у других моделей. Кладбище автомобилей – это находка для реставраторов. Ведь здесь среди такого огромного количества автомобилей можно найти много мелких запчастей совершенно бесплатно или за небольшие деньги. Можно снять руль, внутренний и внешний хром, детали приборной панели, накладки на диски и многое другое. Все эти детали есть здесь. Зачем выбирать в интернет-магазинах? Очень много различных элементов в уже потрепанном состоянии, но вполне годном. Отмыть, отполировать – будет абсолютно идеальная накладка. И все это здесь валяется. Забытое, никому не нужное. Даже братишка Элвис. О, это копилка, винтажная. Там даже что-то есть. Давайте посмотрим. Опа! 1960-й. Один цент. А еще? Давайте что-нибудь очень редкое и дорогое. Нет, не хочет. Любого туриста из России автомобильная свалка удивит отсутствием охраны и контроля. С самих автомобилей на кладбище уже ничего не снимешь, потому что все самое ценное уже сняли и сложили сюда. Добропорядочные граждане не станут без спроса рыскать по чужим запасам запчастей. Но если спросить о цене и наличии необходимых деталей не у кого, то можно поискать самим. Даже накладки на педальки есть. А это крышка заливной горловины от Transem 1979 года. Была когда-то новой, но коррозия ее потрепала. Антону удалось найти одну родную деталь от Pontiaco Trans AM. Но если бы у него было больше времени, он бы нашел еще, сомневаться не стоит. Жаль, что нельзя увести отсюда все. Не только все хорошо сохранившиеся детали, но и все хорошо сохранившиеся автомобили. Минус в таких автомобилях один. Они на порядок дороже стоят. Удивительно, в некоторых случаях салон сохранился идеально. Чуть-чуть подшлифовать. Чуть-чуть подшлифовать, восстановить кожаное покрытие, отполировать хром на сидениях, залить заново смолой руль, и все будет отлично. Достойная находка. Достойная находка. Но, как выяснилось позднее, он уже ждал встречи со своим новым хозяином. Покупатель оставил за него залог в размере 15 тысяч долларов. Остается загадкой, сколько же стоит этот автомобиль на самом деле. Более 14 гектаров автомобильного хлама. Иначе назвать нельзя. Это просто шокирующее зрелище. А ведь их всех можно было спасти. Стоило лишь только увезти их в теплый гараж лет так 20-30 назад отсюда. Слишком старые автомобили ценятся не больше тех, кто моложе. Ценятся те, кто хорошо сохранился и еще могут вспомнить, как это перемещаться. Пока что по большинству автомобилей перемещаются зеленые вьюны. Но шанс найти на кладбище дышащий автомобиль еще остается. Климат здесь весьма странный. Ночью здесь холодно, туманно и идут дожди. А днем же здесь жара и температура может доходить до 30 градусов, создавая не самые лучшие условия для хранения машин. Антон выбился из сил и зажарился на солнце. Но все-таки нашел его. Pontiac Trans AM 1977 года. Этот год можно назвать решающим в истории модели. Дело в том, что еще год назад, в 1976, были произведены последние супермощные экземпляры птицы. Последняя сверхбыстрая стая из 7100 птиц щеголяла двигателями 455. И это были последние крупнокалиберные модели. Их еще можно найти. Но они даже не так интересны, как модель 1977 года. Когда в 1977 году птичкам обрезали крылья, а законы о снижении токсичности выхлопа превратили стада американских жеребцов в горстку кляч, Pontiac превратил свой автомобиль в модель с подиума. Даже с таким ничтожным по сравнению с прошлым двигателем в 200 лошадиных сил, Trans AM оставался самой красивой, спортивной, яркой птицей. Необычные стилевые решения помогали сохранить его спортивный дух. Кажется, мы нашли одну из машин нашего списка. Это Pontiac Trans AM. В принципе, в очень хорошем состоянии. Да, несмотря на то, что он абсолютно некомплектен, но здесь главный плюс состояния кузова. Пороги, днища, арки. Все в отличном состоянии. Сквозных дырок нет. Может быть, это плюс, может быть и минус. Но главное, вы можете увидеть сами. Все железо целое. Сварочных работ потребуется минимум. На этом можно по итогу сэкономить кругленькую сумму. Сварочная работа по восстановлению среднестатистической американской старой машины это 300-400 тысяч рублей. Машина некомплектная, но можно найти ржавого донора и переставить все детали в нее. Бонусом нам будет заднее стекло, которое целое, без трещин, немутное, в отличном состоянии. Сэкономим еще 150 долларов. Покупку можно отправлять в контейнер. Антону удалось сбить цену на Pontiac Trans AM до 2000 долларов. Примерно столько стоит билет на самолет из Москвы в Соединенные Штаты Америки и обратно. Подумать только, а ведь этот автомобиль – настоящая звезда кино. Помните фильм «Полицейский бандит»? Весь фильм, кстати, был снят в штате Джорджия, именно там, где мы сейчас находимся. Для съемок этого фильма представители Pontiac выделили пять автомобилей в комплектации Special Edition с тем самым золотистым фениксом на капоте. И все они не просто пострадали во время съемок, все они были угроблены. Кстати, этот фильм повлиял не только на успешные продажи Pontiac. Chevrolet Camaro после выхода «Смоки и бандит» стал продаваться в 500 раз лучше. Хотя бандит в фильме гонял на Pontiac. Компания Chevrolet пообещала актеру дарить новый Camaro каждый год, но не сдержала свое обещание. Она радовала своего героя новыми автомобилями всего пять лет. Заразиться любовью к американским автомобилям очень легко. Зачастую эта болезнь передается по наследству. А как еще объяснить историю владельца самого крупного в мире автомобильного кладбища? Дэв рассказал нам о том, что его любовь к американским автомобилям началась с детства. Он вырос на автомобильном кладбище. Каждый день Дэй пьет кофе. И пьет он кофе не из обычной кружки, а из пластикового стаканчика. Почему, спросите вы? Потому что после того, как он выпил кофе, он стаканчик не выбрасывает, а разрисовывает. Помимо всего, он еще и артист, художник. Он пьет кофе и рисует. Еще и еще. У меня почти 2800, примерно 3000 стаканчиков и около 400 картин в рамках. Он использует только два цвета, черный и синий. Немного с нами поговорив, он растрогался и подарил нам один, а также подписал его. Теперь мы отвезем его в Москву. Кто бы мог подумать, что наличие Феникса на капоте может повлиять на стопроцентную продажу модели. Вот это символ успеха. Мало того, что все Pontiac Firebird Trans-AN с вот такой птичкой были раскуплены, многие хотели такую же птичку посадить на свой автомобиль, не имеющий никакого отношения к Pontiac. Представьте себе абсурдную ситуацию. В салон, к примеру, Chevrolet, приходит клиент и заявляет, что ему нужен шильдик от Pontiac. Примерно так это выглядело в 1977 году, когда фирменную фишку Firebird хотели себе все. Из 155 736 экземпляров Pontiac Firebird 68 745 машин было в версии Trans-AM. Большой свалки, большой автомобиль. Это Dodge Ram 1500, владельца Old Car City. Он с рекламой, весь помятый, избитый. На бортах у него огромная железка с надписью «Реклама Old Car City». И вправду рай для фотографов. У владельца автомобильного кладбища столько возможностей, столько автомобилей и, наверное, есть деньги. Но он выбирает себе такой автомобиль, который соответствует его характеру. С вместительным багажником для перевозки богатого внутреннего мира. Он чем-то похож на Санта-Клауса с огромным мешком подарков. У него найдется все, и он даст вам то, о чем вы так мечтали, почти даром. Дэйв почти подарил нам Pontiac Firebird Trans-AM. И в ожидании контейнера нам остается только любоваться нашей птичкой. Он еще полетает. Антон не остановится на достигнутом. Он уже простроил маршрут в Аризону. Он обязательно найдет еще один Trans-AM в отличном состоянии, чтобы собрать из двух автомобилей один. Его путь лежит через пустыни по длинным извилистым американским ночным дорогам, которые больше похожи на взлетные полосы для самолетов. Чумовые погодные условия, льет дикий дождь, ничего не видно, лупит огромная молния на все небо. Но мы продолжаем движение. Ничто не остановит нас на пути к заветному хранилищу. Сокровищ, а именно машин под восстановление. Ради встречи с этой огненной птицей действительно стоило преодолевать такой долгий путь. В этом автомобиле угадываются черты будущего покорителя дорог. Первая покупка Антона была не столь удачна. Но он потратил на нее совсем небольшие деньги. И она может послужить донором для этого красавца. Вот он, Pontiac Transem 79 года. Мы его нашли. Хоть уже и вечером по итогу дня, но мы сделали это. На первый взгляд машина в неплохом состоянии. Если изучить ее детально, возможно, найдутся некоторые нюансы. Но в целом кузов хорош. Она в полной комплектности. Фары, бампера, спойлер, стекла, хром. Все в наличии. Этот Pontiac просто мечта. Даже приборная панель в хорошем состоянии. Замки, дверные ручки, хром и корпус. Краска под солнцем выцвела. Но состояние кузова под ней вполне достойное. Кузов ведь целый и не имеет сквозных дыр. Очагов ржавчины не обнаружено. Вмятин и шпаклевки тоже. Причина такого хорошего состояния автомобиля – солнечный и жаркий климат. Он полезен каждому. Антон уже подумывает переехать сюда через пару лет, чтобы сохраниться не хуже. Состояние пластика весьма печальное. Он потрескался и облез. Надеюсь, ребята в нашей мастерской смогут это восстановить. Некоторые вставки пластиковые также от температуры поплавились. Возможно, придется заказать новые. Интересно, а сколько лошадей у птички под капотом? И есть ли они вообще? Здесь уже установлен мотор. Chevrolet Small Block. Возможно, он требует переборки. А возможно и нет. С моторами всегда лотерея. Либо он заработает, либо придется его восстанавливать. Как говорится, вскрытие покажет. В этот автомобиль можно смело вкладывать деньги. Состояние кузова более чем удовлетворительное. Он не развалится через несколько лет и не проржавеет до основания. Все мелкие детали при нем. А это значит, что докупать практически ничего не придется. И реставрация пройдет в достаточно короткие сроки. Корова давала за это 3,5 тысячи долларов. Но мы перебили ее ставку. И отправляем ее в Москву. К нам на сервис. Будем его восстанавливать. Возможно, это оправдает своих вложений. Автомобиль ждет большое будущее. Встретимся с ним в мастерской. И посмотрим, насколько он оправдает наши ожидания. В следующий раз наша съемочная группа была допущена к святой святых пантеаку Firebird Trans AM 1977 года уже после завершающих стадий реставрации. У автомобиля появился хозяин. И теперь поглазеть на редкую птицу удастся не каждому. Большую часть времени птица проводит в клетке. В Москве слух о том, что владелец выпустил птичку полетать, разошелся очень быстро. Уже на следующий день после съемок коллеги только об этом и говорили. Ведь в Москве существует только одна такая птичка. Пантеак Trans AM это редкий представитель классических автомобилей. Один из 60 экземпляров, выпущенных на 10-й юбилей концерна в 79-м году. На московских дорогах Trans AM чувствует себя прекрасно. Осенью хозяин еще разрешает ему ездить. И даже разрешает садиться за руль тону, кто привез его из штата. Не все владельцы автомобилей так щедры. В 69-м году модели Trans AM выпускались ограниченным тиражом и имели заостренный вид. Редкость и труднодоступность этих авто делала их еще более притягательными. Так, в 79-м году выпущенные модели Trans AM стали еще более желанными. Популярный и редкий, притягивающий внимание, черный и мистичный, но немного наивный и сердечный. Таким получился Пантеак Фаерберг. Огненная птица обгоняет агрессивно. Медленно планирует в дорожном потоке, мягко приземляется и слушается того, кто за рулем. Ощущение от езды на Фаерберг можно сравнить только с полетом. Определенно, этот автомобиль – мечта. Как звезда, проделавшая множество пластических операций, за 10 лет машина изменилась практически до неузнаваемости. Тем самым приобрела себе множество новых поклонников и покупателей. Поскольку в Trans AM была полностью восстановлена подвеска, на дороге он ведет себя потрясающе. Быстрые отклики на рулевое колесо, хорошая устойчивость на дороге, на любых скоростях машина ведет себя так, как она должна. Можно провести аналогию с современными автомобилями. Машина по ходовым качествам, нисколько не уступает им. Кроме того, что это мощный маслкар, также ее можно использовать для ежедневной эксплуатации. Она вполне уверенно себя чувствует на дороге. Она небольшая, хороший обзор. Везде можно запарковаться и проехать. А на светофоре можно дать жару. Предложение о перекупке этого автомобиля поступает к его нынешнему владельцу регулярно. Но разве можно отказаться от такой редкой штучки? Интерьер автомобиля обит серебристой кожей. В нем автоматизировано все, даже крышка бардачка. В нем почти все оригинальное. Оригинальный радиоприемник. Даже запаска оригинальная. И специально для этой модели на сидениях были вышиты волшебные птицы. Получился мощный, но романтичный автомобиль. Салон автомобиля не менялся. Приборная панель, центральная консоль, торпеда. Все осталось оригинальное. Единственное, были заменены сидения и установлены рекара. Птичка была собрана буквально по перышку. Не вычурно, элегантно, по-мужски. В ней все без исключения гармонично. В меру хрома. Удобные спортивные сидения. Стильный руль. Не только животные похожи на своих хозяев, но и автомобили. Словосочетание Transem для любителей американского автопрома значит столь же много, сколько в RX STI и Type-R для Японо-Мано. Особая серия Pontiac Firebird изначально уже была одной из самых злых среди маслокаров 70-х годов. Перед нами один из немногих Transem с московской пропиской. Птичка хоть и редко тренирует крылья, но метко. Она радует глаз случайных прохожих и дарит неповторимые ощущения от вождения. Если вы увидите ее на улице, загадайте желание. А если вам улыбнется возможность прокатиться на такой, пристегните ремни и приготовьтесь к самому захватывающему в своей жизни полету.